Всем привет, с вами Аликс, и сейчас я подготовил вам немного нового геймплея режима Rescue, то бишь спасение заложников в Battlefield Hardline. Этот режим напоминает больше всего Counter-Strike, Global Offensive, Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike 2, то бишь все игры серии Counter-Strike. Значит, поскольку пока Тёмыч, известно так же как Тёмщик под его псевдонимом, не получил эту прекраснейшую игру под названием Battlefield Hardline, то придется мне пока снимать эти видосики. Также могут быть, скоро, скоро может быть, появится видео рубрики веселый Battlefield Hardline на канале Variety Channel и с шестидневным районным доступом для humans. Значит, режим этот, он очень сильно хромает, то есть он не настолько продвинутый, как Counter-Strike, потому что, вы сами понимаете, Battlefield Hardline не практикует себя, как киберспортивный шутер, пока что. Конечно, следующие обновления и патчи внесут там какие-то поправки в эти все режимы. Также система матчмейкинга Battlefield Hardline сделана, ну, я бы не сказал, что ужасно, но она сделана очень плохо, то бишь, игроков, игроков, допустим, меня 75-м, зафигачили в команду 35 уровней, там 36. То есть там вообще, там мало, очень сильно, люди играли, мало люди играли, и, конечно же, не набрались столько опыта. И, конечно же, я не хочу хвастаться, но в этом раунде я, походу, затащил. Сами посмотрите, до конца и увидите. Значит, а, режим, так, он довольно-таки все равно интересный, хоть и недоработанный. А, на нем все, вот на нем все фишки с онлайна, и не раскрываются. Все эти газовые маски, которые, которые позволяют тебе выглядеть во время того, как тебя кинули дымочек. Все вот эти вот глушители, которых не обязательно применять на этом режиме, то же самое ограбление или большой захват. А, то есть, по-настоящему здесь все хорошо, и на ночных картах, а-ля, на ночных картах, а-ля Голливудские холмы, там можно на рамочку ту же самую поставить прицел и КНВ, то есть, помогает, да, по-настоящему здесь все эти вещи, все они продуманные. В том плане, то, что юзабельность всех остальных предметов, которые на Battlefield Hardline, вряд ли будут вообще когда-нибудь использовать в нормальных режимах. А, здесь также крюки и канаты тоже находят в себе применение. Сами понимаете, здесь это тактические режимы, это не то, что захват и прочее. Сватка команд в Hardline вообще ужасная, они желают. Я же, и вот если честно, когда я играю в схватку команд в Hardline, я просто желал подохнуть тому, кто предложил идею в схватку команд на 64 человека по умолчанию. Значит, кратко поясню, думаю, это вообще не нужно, но все равно я расскажу. Battlefield Hardline режим резко представляет из того, что копы должны вернуть заложников, а, соответственно, бандиты должны помешать копам, чтобы они вернулись заложников. Ну, в общем, скоро мой голос пропадет, а, точнее, даже комментарии моим голосом, и вы сможете посмотреть это видео без болтовни. Ну что же, приятного просмотра, безполятного. Что же, приятного просмотра, безусловно, безусловно. Аптечка сброшена! Захватчики не желают предъявлять требований. Кого удерживают в заложниках, пока неизвестно. Тем временем... Подозреваемые отказываются сотрудничать. Войдите внутрь, спасите заложников и уложите плохих парней. Пошли! 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 Офицер спасает заложника, прикрути их. Командование приказывает быстро войти и быстро выйти. Заложники рассчитывают только на вас. Офицер вытаскивает заложника, помогите им. Защитите заложника, срочно. Внимание, офицер освобождает заложника. Требуется прикрытие, код 1049, офицер эвакуирует заложника. Еще один готов! КОНЕЦ КОНЕЦ